Михаил Злощенко, пассажир. И зачем только дозволяют пассажирам на третьих полках в Москву ездить? Ведь это же полки багажные. На багажных полках, пущай, багажи ездят, а не публика. А говорят культура и просвещение. Или, скажем, тепловоз теперь к поездам прикрепляют и ездят после. А между прочим, такая дикая серость в вагонах допущается. Ведь это же башку отломить можно. Упасть, если вниз упадешь, не вверх. А может, мне в Москву и не надо было ехать. Может, это Васька Бачков, сукин сын, втравил меня в поездку. На, говорит, дармовую провезенку. Поезжай в Москву, если тебе охота. Братишечка, говорю, да на что мне в Москву-то ехать? Мне, говорю, просто неохота ехать в Москву. У меня, говорю, в Москве ни кола, ни двора. Мне, говорю, братишечка, даже остановиться негде в Москве этой. А он говорит, да ты для потехи поезжай, даром все-таки. Раз, говорит, в жизни счастье привалило, а ты, дура голова, отписиваешься. В субботу на воскресенье я и поехал, вхожу в вагон, присаживаюсь сбоку, еду. Три версты отъехал, жрать сильно захотелось, а жрать нечего. Эх, думаю, Васька Бачков, сукин сын, в какую длинную поездку втравил. Лучше бы мне, думаю, сидеть теперь на суше в пивной где-нибудь, чем взад и вперед ездить. А народу, между тем, многовато поднабралось. Тут у окна, например, дяденька с бородкой. Тут же рядом и старушечку бог послал. И какая-то вредная, ядовитая старушечка попалась. Все локтем пихается. Расселся, говорит, дьявол, не охнуть, не вздохнуть. Я говорю, вы, старушечка, божий одуванчик, не пихайтесь. Я говорю, не своей охотой еду. Меня, говорю, Васька Бачков втравил. Не сочувствует. А вечер между тем надвигается. Искры с тепловозу дождем сыплются. Красота кругом и природа. А только мне не охота на природу глядеть. Мне бы, думаю, лечь, да пица. А лечь гляжу некуда. Все места насквозь заняты. Обращаюсь к пассажирам. Граждане, говорю, допустите хотя в серединку сесть. Я говорю, сбоку свалиться могу. Мне в Москву ехать. Тут отвечают. Кругом все в Москву едут. Поезд не плацкартный все-таки. Сиди, где сидел. Сижу. Еду. Еще три версты отъехал, нога зачумела. Встал и гляжу, третий полка виднеется. А на ней корзина едет. Граждане, говорю, да что же это? Человек, говорю, скрючившись, должен сидеть. И ноги у него чумеют. А тут вещи. Человек, говорю, все-таки важнее, чем вещи. Уберите, говорю, корзину, чья она. Старушечка кряхтя подымается. За корзиной лезет. Нет, говорит, от вас дьяволов. Покою ни днем, ни ночью. На, говорит, идол, полезай на такую верхотуру. Даст, говорит бог, башку ты отломишь на ночь глядя. Я и полез. Полез, три версты отъехал и задремал сладко. Вдруг как пихнет меня в сторону, Как кувыркнет вниз, гляжу, падаю. С просонья-то, думаю, каково падать. И как швырнет меня вбок, Об башку, об желудок, об руку упал. И, спасибо, ногой при падении За вторую полку зацепился. Удар все-таки мягкий вышел. Лежу на полу и башку щупаю. Тут ли? Тут. А в вагоне шум такой происходит. Это пассажиры шумят. Не сперли бы, думают, ихние вещи в переполохе. На шум бригада с фонарем сходится. Обер спрашивает. Кто упал? Я говорю. Я упал. В багажные полки. Я говорю. В Москву еду. Васька Бачков, говорю, сукин сын, Втравил меня в поездочку. Обер говорит. В Балагое завсегда пассажиры вниз сваливаются. Дюжи резкая остановка. Я говорю. Довольно обидно упавшему человеку про это слышать. Пущай бы, говорю, лучше бригада не допущала на верхних полках ездить. А если лезет пассажир, пущай спихивают его. Или урезонивают, дескать, не лезьте, гражданин. Скатиться можно. Тут и старушка крик поднимает. Корзину, говорит, башкой смял. Я говорю. Человек важнее корзинки. Корзинку, говорю, купить можно. Башка же, говорю, бесплатно все-таки. Покричали, поохали. Перевязали мне башку тряпкой. И не останавливая поезда, поехали дальше. Доехал до Москвы. Вылез. Посидел на вокзале. Выпил четыре кружки воды из бака. И назад. А башка до чего ноет, гудит. И мысли все скабрезные идут. Эту мою попался бы мне сейчас Васька Бачков. Я бы ему пересчитал ребра. Втравил, думаю, подлец, в какую поездку. Доехал до Ленинграда. Вылез. Выпил из бака кружку воды. И пошел, покачиваясь. 1926 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова